доброе всем утро сегодня у нас уже четвертый каст который называется завтрак с библии и вы знаете больше у меня складывается вообще что лучшего моза конечно бизнес завтрак с библии потому что посвящен он и конечно посвящен этот каст в основном тому как вести бизнес как работать как вообще заниматься тем чтобы зарабатывать деньги и сегодня утром я читал притчи это третья глава притч царя соломона и 13 стих притчи царя соломона говорит следующее прошу прощения это не третья глава а по моему пятая глава сейчас секунду а вот и пятая глава я вот не отметил а зря а зря сейчас я найду одну секунду хорошо мне очень важно прочитать сам текст потому что для меня он был очень важен да вот видите ошибся это не не книга притча книга экклезиаста третья глава третья глава экклезиаст вы знаете да что самая депрессивная книга библии пожалуй интенсивнее и нету третья глава книги экклезиаста или проповедника 13 стих звучит следующим образом если какой человек есть и пьет и видит и и видит доброе во всяком труде своем то это дар божий вот меня это очень коснулось в том плане что вчера я присутствовал при таком интересном разговоре двух предпринимателей которые занимаются бизнесом у них и собственно какие-то в одном магазину второго там не зачитаем ремонтом помощью то занимается и вот они значит рассказывают с таким найти вот прошлом году были только в праге на в этом году мы ездили только в турцию и в общем так все плохо и машину нужно продавать в общем короче говоря знаете если их человек который никогда не занимался бизнесом предположим послушает и услышит что они окажутся каждый год ездят там вправо в турцию что не каждый наемный работник может себе позволить что им нужно там вторую-третью машину продать там и что-то еще сделать кому-то что-то купить и при этом все плохо то скорее всего они подумают нет бизнесом заниматься плохо у них так все нехорошо у них вот и по две по три машины и и в отпуск они всей семьей ездят короче бизнесом заниматься плохо и когда я вот это вот стих прочитал сегодня утром у меня возникла такое ну как бы такая мысль я себе даже так вкратце записал на на записочке здесь что может быть вы даже сталкивались с этим у себя на работе может быть вы сталкивались этим в своем бизнесе люди постоянно на что-то жалуются люди жалуются на то что у них плохая зарплата они жалуются на то что у них плохая работа не жалуются на то что у них плохой начальник они жалуются на то что у них их перегружают какими-то делами они жалуются на все что угодно и при всем при этом продолжают этим же самым заниматься напрашивается вопрос если тебе так здесь плохо почему же ты до сих пор сюда ходишь работаешь почему ты до сих пор этим бизнесом занимаешься почему ты делаешь то что тебя кормит и вот здесь вот написано Совершенно четко, что если человек ест и пьет и видит доброе во всяком труде, то это дар Божий. То есть, получается, я по крайней мере понимаю, может быть это издержки перевода, но на русском языке это звучит так. Ест и пьет и видит. То есть, тут написано или ест, или пьет, или видит. Написано ест и пьет и видит. То есть, если человек ест и пьет и не видит доброе в плодах своего труда, то это, естественно, не от Бога. Потому что тут написано, что если человек и есть, и пьет, и видит, то это дар Божий. Получается, что если мы сейчас сидим и жалуемся на то, что у нас плохая работа, у нас плохой бизнес, плохой начальник, плохие дела, и вообще все плохо, получается, что мы просто находимся в искушении сейчас. Нас сатана испытывает, насколько мы действительно верны тому, что мы делаем. И если уже человек на самом деле хочет чего-то добиться, ну, по крайней мере, я так думаю, да, то ему нужно видеть то, чем он занимается. Почему люди сидят и жалуются на работе, или там два бизнесмена сидят утром за кофе и жалуются? Потому что они не видят того, ради чего они все это делают. То есть написано, опять же, и видят доброе во всяком труде своем. То есть получается, что он занимается тем, что никому ни пользы не приносит, никому там никаких, я не знаю, может быть, никакой миссии не несет. Люди иногда работают на работе, на какой-нибудь, да и не знают миссии. Вот я, например, за всю свою жизнь работал в трех местах работы всего-навсего, везде, недолго, там в общей сложности, там порядка двух лет в каждом месте. И я не знал миссию тех мест, в которых я работал. Поэтому я, собственно говоря, ушел с работы 13 лет назад, что я больше не мог работать. Я не понимал, зачем я это делаю. У компании, в которой я работал, нет миссии. Там была одна миссия – побольше взять у клиента, поменьше заплатить охраннику. Или когда я работал уже на более высокой должности, когда я был начальником отдела кадров в одной из компаний, то там была миссия одна – дать людям как бы больше всяких поблажек, но поменьше денег, чтобы они не уволились с работы. В общем, короче говоря, есть очень много, очень много всяких нюансов, которые мешают людям видеть доброе. Если вы работаете на зарплату, если вы сегодня трудитесь у кого-нибудь на работе, пожалуйста, побывайте на какой-нибудь встрече начальства. Попросите своего начальника, чтобы вам объяснили, какова миссия вашей работы, какова миссия вашей компании. Попросите у вашего руководителя, чтобы он объяснил, какова миссия того, что вы лично делаете. Посмотрите, какую часть этой миссии вы можете действительно взять на себя и выполнить ее с честью. Потому что если вы работаете, ну, бывают люди, которые не могут заниматься бизнесом, ну, они так считают, по крайней мере, да, и очень тяжело переубедить, но тем не менее. И они вот говорят, я лучше буду работать, но не надо работать тяжело, нужно работать так, чтобы видеть доброе во всем, во всех плодах своего труда. И поэтому, если вы не видите доброе в плодах своего труда, но вы едите и пьете от этой работы, да, то есть эта работа приносит вам домой зарплату, отпуска, машины, квартиры и так далее, узнайте, что у этой компании за миссией. Потому что помните, что хорошая компания, в которой вы работаете, неважно, как она называется, чем она занимается, хорошая компания не может просуществовать, скажем, больше трех-пяти лет, если у нее нет четко прописанной миссии. Если ее руководители, ее хозяева не продвигают ее ради какой-то определенной высокой цели, то эта компания просто умрет. Таких бизнесов рождаются, умирает очень много, потому что у большинства бизнесменов есть такое стремление, как можно больше заработать бизнес, открывается, чтобы на нем зарабатывать, а совсем для того, чтобы осуществить какую-то миссию. Да, бизнес открывается, чтобы на нем зарабатывать, но должна быть миссия, должно быть чуть больше видения, нужно давать чуть больше, чем есть. Если вы не видите себя в этой миссии, уходите на другую работу, уходите на работу, на которой вы видите миссию. Если вы занимаетесь бизнесом, вы должны видеть миссию своего бизнеса. Что вы в результате дадите после того, как вы заработаете деньги, до того, как вы заработаете деньги. Что не даст вам уснуть, если вы этого не выполните. Что будет постоянно вас беспокоить и, будем так говорить, призывать вас к новым действиям и к креативу новых идей. Вот это называется миссия, высокая цель. Если она есть, и у вас есть работники, которые работают у вас в вашей компании, если у вас даже не будет денег им платить зарплату, они все равно будут с вами работать, потому что они видят вашу миссию, они хотят быть ее частью. Людей нужно заражать миссией, чтобы они и ели, и пили, и видели доброе. Вот как написано в этом стихе. Если человек ест и пьет и видит доброе во всем труде своем, то это дар Божий. Если человек будет есть, пить и видеть доброе в том, что он делает, видеть доброе в том, что делает ваша компания, в том, что делают работники другие вашей компании, поверьте мне, это будет от Бога, и ваш бизнес, и ваша работа будут благословлены свыше. Так, пусть у вас будет сегодня благословенный день, пусть у вас будет сегодня, начнутся благословенные выходные, кто сегодня служит в церкви благословенного вам служения. И мы увидимся с вами завтра, как обычно, в 9.30 утра на нашем завтраке с Библией. С вами был Авер Станкевич. Всего вам хорошего, до свидания, до завтра. Пока.